всем здравствуйте рада вас видеть снова у себя на канале сегодня мы с вами будем делать расклад который предложила алена нашку называется он с какой планеты твоя душа я найду расклад где-нибудь вот здесь вот в подсказках выложу который назывался какая вы звезда на небесном небосклоне к что-то в таком роде посмотрите тоже может быть вам будет интересно данный расклад прежде чем я его начну скажу что как идея она мне понравилась но в этом есть немножко не то что своя трудность скорее всего нюансы которые нужно пояснить дело в том что душа наша она бесконечная и воплощается в зависимости от своего уровня развития эволюции в разных формах в том числе и на разных планетах поэтому сам вопрос какой планеты моя душа не совсем как формулировка не совсем корректина поскольку я все время придираюсь к формулировкам к словам и как и так далее нельзя сказать с какой планеты ваша душа почему потому что наши души они так или иначе посещали большое количество планет то есть пускай не все в нашей солнечной системе многие могут воплощаться и не только в нашей солнечной системе поэтому сказать какой планеты в общем я не могу во-первых потому что мне известные планеты нашей солнечной системы если ваша душа воплощалась и на каких-то иных вселенных до системах не солнечных они даже вокруг солнца там а вокруг какой-то своей звезды будет вращаться и вот здесь я сказать не смогу но смогу посмотреть нашу солнечную систему великие арканы нам как раз и в этом помогут потому что великих арканах заложено да и эта информация касательно астрологии опять же таки имейте ввиду что как вариант ваша душа возможно посещала и эту планету которую я озвучу да но опять же таки посещала опять же таки как вариант то не обязательно потому что насколько известно мне согласно астрологии есть такой раздел до перерождение воплощения души на других планетах вот в принципе на всех планетах нашей системы вышло так что согласно расчетам что по крайней мере моя душа воплощалась но если воплощалась моя душа ваша тоже поэтому сказать что родина да так скажем ваши души на какой-то планете это будет не совсем корректно но видимо какая-то из планет обязательно оставляет какой-то вот намного яркий отпечаток до жизни души чем какая-то другая планета так сегодня у нас не будет позиции я выложу 10 арканов из великих арканов выложу 10 почему 10 вообще согласно магии это 7 остальные три которые были открыты уже так сказать в наше время да намного позже одна из которых не является планетой научно доказано да хотя все-таки в астрологии продолжает ее использовать но в любом случае в любом случае поэтому я выложу 10 но и 7 и 3 до 10 а вы уже выберете мешаю перед вами арканы и мы посмотрим да то есть я расскажу какому аркану какая планета соотносится вот потом может быть на остальное колоде ну посмотрим что-нибудь какую-нибудь информацию не знаю как сделаете расклад если честно посмотрим и этот экспром так значит 10 10 выкладываю 5 а вы выбираете так надеюсь вы у меня все адекватные знаете что для того чтобы выбрать надо нажать просто на паузу дать себе время и выбрать это один вариант другой вариант который я всегда говорю о том что выбор это иллюзия вы уже как только видите карты вы уже сразу знаете какую позицию либо камешки либо какой-то я не знаю отличительный знак того уже сразу знаете что вам нужно выбирать то есть вот если кто-то считает что мне нужно время и так далее три секунды и мозг уже определился только осознание к этого приходит намного позже а так в принципе выбор уже сделан и вы только его сразу не осознаете и это не мои слова это вот научно доказано психологии поэтому ну и плюс ко всему любой выбор он или зоринского с точки зрения того что чтобы вы не выбрали там находится та информация которую вам нужно услышать если кто-то начинает говорить что я как-то неправильно выбрала вопрос не выборе а вопрос насколько вы умеете услышать информацию из любого источника то есть ошибок не бывает если какая-то информация попалась к вам значит в ней есть польза второй вопрос умеете ли вы увидеть отличить эту выбрать эту пользу для себя да да или нет это вот уже уровень нашего сознания а то что информация никогда не попадает случайно это да не существует случайности все притягивается согласно нашим собственным вибрациям и так выбирайте позиции сюда положу да можно еще ниже на два карта поставить ну давайте положу пока нижний ряд итак для тех кто по порядку прям выбрал так скажем первую позицию с какой планеты ваша душа остальные кстати великие арканы я засуну в колоду вот помешаю и мы будем вытаскивать допы если вдруг понадобится какая-то информация итак первая на сейчас секундочку это все колоды те кто выбрал вот эту карту верховная жрица верховная жрица у нас соответствует луна луна не является планета является нашим спутником да мы все знаем вот интересный такой тоже момент окей из какой планеты моя душа определились да что с луны и что и что дальше что дальше сказать но не знаю давайте вытащим арканы посмотрим что нам покажут карты то и сказал вы у нас с луны что это значит пятерка мечей раздерка мечей и король кубков что это значит что вы слуны для начала скажу что на протяжении всей вашей жизни да хорошо было бы чтобы вы периодически обращали свое внимание на вашей жидкости на то есть это лимфа кровь и безусловно гормоны проверяли почему потому что вообще все что связано с лунными фазами для вас это будет очень актуально по наблюдать и но тем более если женщины да за своим циклом у кого он еще есть он тоже будет иметь какое-то отношение с лунными фазами либо в общем луна будет на вас очень сильно влиять день недели который соотносится у нас луна это значит понедельник поэтому понедельник это скорее всего будет ваш день самый сильный энергетически вот плюс ко всему будет некая такая цикличность в соответствии с лунными фазами до неделями даже понаблюдайте в какие недели как вы луны и да я имею ввиду как вы себя ощущаете то есть луна будет иметь для вас очень сильное влияние особенно если это лунные какие-то затмения до связанные с вашей психикой если это новолуние либо полнолуние то есть вот это тоже будет для вас актуально теперь пятерка мечей шестерка мечей король кубков да для вас о чем это о чем это пятерка мечей говорит о том что вы можете быть если в минусе дату обидчивыми можете вообще вы люди ранимые да если так сказать люди ранимые очень чувствительные эмоциональные в купе с верховной жрицей имеете влияние на психику других людей до по верховные жрицы как профессию нас проходит медики помимо эзотериков люди вспомогательных профессий до которые имеют прямое отношение к психологии к влиянию также но здесь идет чувствительность ранимость необходимость во внимание но из другой страны знаете у меня такое ощущение что вот вы как будто бы близко к себе людей не подпускаете независимо от карты здесь вот такое чувство что человек с таким ну непростым характером да я не хочу говорить капризным но вот понять вас достаточно сложно почему потому что вы сами себя не всегда понимаете то есть вот эти вот перепады настроения особенно в более молодом возрасте да когда вот еще организм растет и гормоны еще как-то хочется сказать не не угомонились не успокоились да то вот очень такие большие резкие перепады в настроении могут быть исходя из этого вам очень сложно как-то себя с гармонизировать сбалансировать или как следствие одну людям сложно сложно вас понять то есть не могут понять почему вы улыбаетесь потом через какой-то период времени до вы закрываетесь и не хотите ни с кем общаться и при этом почему-то люди считают что они являются причиной вашего такого настроения у вас может быть что-то вспомнили да и поэтому закрылись но пятерка мечей она еще и говорит о том чтобы слишком требовательны сами к себе сами к себе и вот это вот обидчивость она скорее всего идет вот как-то более раннем возрасте ну то есть вот мне кажется уже если вам за 40 то это этот момент да вы уже как будто бы проработали возможно здесь будут по пятерке мечей какие-то предательства не очень хорошие такие моменты вот нужно вас как будто бы остерегаться в момент вашего гнева не нестабильного эмоционального состояния почему потому что от ваши слова они могут прям не то чтобы пророческими быть да но вот имеет большое влияние как-то на на людей вообще вот все что вы говорите вот можете быть даже глазливым не не потому что вот вы какой-то вот плохой человек а просто потому что у вас такая вот с одной стороны знаете сильная энергия но это не солнечная энергия это лунная энергия она она какая такая знаете обволакивающая какая-то вот с подтекстом двойным дном то есть она не совсем не совсем чистая да вот как мы говорим в чистых намерениях здесь тоже до палка двух концах все зависит от того в каком настроении вас найдут но в общем вы достаточно чистых своих намерениях но опять же таки да вот может вас просто человек подловил когда вы не очень хорошего настроения но под горячую руку попал да то есть вот такое тоже может быть у меня еще плюс 8 есть такое ощущение что он слишком собственники каких-то моментах бываете потому что вам сложно как-то выстраивать взаимоотношения с людьми и ну как-то найти знаете людей с которым вам было бы хорошо им-то с вами хорошо а вот вам не совсем бывают людьми хорошо и поэтому вы слишком трепетно как-то относитесь к тем людям которым вы привязываетесь их не так много но и особенно больно когда вы их теряете ну то есть по допустим вынужденным каким-то обстоятельством то есть это не обязательно ссора либо расставания может быть но человек переехал куда-то либо но есть есть какие-то внешние факторы которые заставляют вас идти дальше своим путем вот поэтому вы стараетесь выстраивать какие-то такие границы чтобы не впускать очень близко не подпускать людей к себе но вы еще как говорится тот персонаж да то есть вот все таки верховная жрица здесь у меня проигрывается как человек с двойным дном и это не всегда плохо да то есть я не говорю про двойные стандарты я говорю под человека который иногда сам себя насколько бы вы хорошо не изучали не знаете как как вы можете отреагировать на ту или иную ситуацию то есть вот какая-то такая загадка есть для вас самих о чем говорит нам шестерка меча о том что вы скорее всего можете являться неким таким проводником да то есть наставником проводником который помогает людям идти дальше на вот в развитии то есть помогаете им в развитии так это вот эта карта до первая позиция смотрим дальше вторая позиция откуда ваша душа сейчас еще если бы эта карта переворачивала сейчас секундочку а звезда здесь значит те кто выбрал двоечку звезда это у нас знак задали знак зодиака водолей водолеем управляет у нас планета ура вы люди такие знаете альтруисты люди альтруисты люди любящие людей люди причем знаете такие тоже не привязывающиеся к не знаю люди вот вы со мной стороны вроде бы щедрая душа такая открытая до рубаха парень а с другой стороны вот вам как будто бы неинтересно с людьми то здесь нет какого-то пренебрежения либо высокомерие здесь просто настолько вас увлекают ваши какие-то интересы ваши какие-то мысли да то есть человек который идет в ногу с собой не с временем а именно с собой то есть человек у которого какие-то свои особенные взгляды человек который идет в своем каком-то ритме в своем каком-то направлении верит во что-то свое он может быть не знаете вот как каким-то исследователем по жизни с одной стороны как-то революционером бывают у вас такие фазы когда вы хотите вести людей за собой но при этом не совсем понимая куда мы ведем да и зачем с другой стороны как-то воодушевляете вот вдохновляете на какие-то поступки опять-таки не всегда понятны людям но понятные вам потому что у вас свои какая-то картина мира может быть ваша речь даже иногда бывает такая достаточно сложная то есть вы может быть излагаете мысли не совсем понятно и почему потому что вот опять-таки ваша точка зрения и взглядов она отличается от стандартов но вам не бывает скучно я не вижу что здесь человеку как-то было скучно всегда есть чем заняться ему всегда интересно если он допустим находится в обществе до людей вот он как-то быстро привлекает к себе внимание люди на него обращают внимание потом как будто бы исчезает ну потому что ему наскучило да вот это вот бессмысленные какие-то разговоры а вот и интересное интересное здесь личность давайте вытащим дополнительные арканы посмотрим что он скажет то есть человек здесь тоже непонятные но непонятным по-своему если в первую позицию что-то такое магическое загадочное не совсем понятно эзотерическое то здесь вроде бы человек и понять и да вот он виден но он как от этим не идет он как ветер да то есть вроде бы ветер смерч все увидели но при этом никто не может поймать и через какое-то время он исчезает вот хочется как это знаете фигура тут фигура там все его видят никто его поймать не может никто не может объяснить что это за личность вот но при этом вот у меня даже такое знаете ощущение если бы здесь люди занимались какими-то эзотерическими практиками дают у это было бы телепортация телепортация либо если как-то что-то во сне то это не осознанное сновидение а когда человек выходит из своего тела вот в том числе здесь могут проходить лунатики да тоже такое есть а так вы всегда знаете некий такой образ создаете идеала оставляйте после себя шлейф такого легкого аромата который кружит голову но при этом сложно понять что это было да то есть нету какой-то структуры вроде бы запах есть понять что это за аромат вот этот шлейф который вы оставляете после себя невозможно но он однозначно дурманит он однозначно вот куда-то влечет вот и вы знаете после встречи с вами люди как будто бы начинает задумываться о состоянии своей души кого-то может быть тянет в религию либо знаете как-то не знаю практики связанные с молитвами с ангелами вот что-то такое связанные с чистотой души а здесь могут проходить творческие личности дан однозначно музыканты художники либо люди знаете очень сказать фантазеры у которых может быть работает очень хорошо абстрактное какое-то такое мышление воображение так что еще по этой позиции прицель кубков десятка жезлов восьмерка жезлов ну да вы вот такой вот неуловимый неуловимая душа но при этом вот вам как будто бы в земном этом воплощении до тяготит тяготят вас какие-то непонятные вам обязанности земные да там я не знаю пойти какой-то счет заплатить там я не знаю посидеть с детьми хотя с одной стороны вот просьбы вы их как-то можете увлечь да там скажем на полчаса на час но если это больше вывод устаете здесь такой знаете дух движения все время вот вам нужно находиться в движении не физическом плане а именно в ментальном то есть вот вы должны как-то наперед наперед все время как-то в движении вот ваши мысли они куда-то убегают и поэтому вам очень сложно здесь будет заземлиться здесь человек с такой знаете с одной стороны тонкая душевная организация с другой стороны альтруи с третьей стороны вообще непонятно кто непонятно что то есть вас не поймаешь и не поймешь вы как будто бы прозрачные для меня но и тут же человек знаете с такой улыбкой яркий здесь очень много света вот очень много света может быть вы даже и практикуете что то что связано там я не знаю со световым столбом либо все что связано с практиками где присутствует свет ну и безусловно как аркан звезды вам нравится ночной небосклон до смотреть на звезды вот это вас также завораживает и есть вот такое ощущение что позови меня с собой вот эта песня известная многим как будто вы смотрите на небо да и вот как-то разговариваете с ним и говорите вот позови меня собой да то есть я я хочу вернуться куда-то туда то есть вот какая-то такая мечтательная мечтательная натура здесь мечтательная натура так смотрим для третьей позиции до 3 душе что здесь какое ставило отпечаток какая планета оставила самый яркий такой отпечаток ваше земное проживание да то есть дьявол это у нас знак зодиака козерога а козерог у нас это если я не ошибаюсь сатурн если я не ошибаюсь сатурн так да это земля здесь что можно сказать здесь люди такие достаточно харизматичные но вот мне почему-то идет какая-то вы знаете угрюмость в грумость в контексте структурности серьезности вот ваша энергия она такая тяжеловатая ясное дело что эта земля вот по стихии поэтому она немножко тяжеловатая и она она несет в себе энергию такого человека стабильного конкретного человека приземленного и отсюда вот у меня идет вот это вот угрюмость то есть человека безусловно карьерист здесь если у вас есть дети только один 2 чисто случайно выше шучу конечно да но то есть козерогом не свойственно иметь много детей почему потому что они очень серьезно относятся к этой теме и в принципе они трудоголики их интересует больше их карьерный рост зарабатывание денег ну то есть все что связано с материи а поскольку дети это дополнительные какие-то расходы расходы вклады вот здесь но очень очень трудно решиться на то чтобы иметь ребенка если есть то вот прям это те мамы которые будут прям ну вот требовательный да к своему ребенку именно в контексте дисциплины но они будут холл холодными ну либо холодные да то есть это не та мама теплая который вот окутает любовью внимание мне здесь мама которая окутает конкретными понятными вещами который выражается там я не знаю в заботе чтобы особенно знаете не дай бог ребенок заболел какими-то микробами болезнями вот она такая принципиальная пришел со школы или бы с детского сада помыл руки сел за стол там я не знаю зубы почистил анализы сдал вовремя да все проверил вот там в школе как что какие уроки давали ну то есть вот такая вот очень конкретная мама очень серьезно причем это та мама которая не будет проявлять себя как мама будет проявлять себя скорее всего как некий такой наставник учитель что еще по аркану дьявола до сатурн сатурн вообще планета она такая серьезная и имеет отношение к к времени да то есть здесь проходит вот все что связано с кармой с уроками жизненными да здесь сложная может быть жизнью человека сложная в контексте знаете ответственности здесь очень много ответственности мне идет им много такое ощущение что человек как будто бы не может расслабиться ну вот мне не позволяет мне идет образ особенно если допустим вы работаете еще работаете да не там не на пенсии как-то ну вот либо если сейчас на пенсию раньше когда работали здесь вот прям такой строгий дресс-код почему-то мне идет там юбка пиджак блузка вот что-то такое но если мужчина то опять-таки пиджак то здесь нет такого свободного свободного одевания почему-то мне идет все стюардессы хотя это не имеет отношения к дьяволу напрямую да потому что все таки полета это стихия воздуха здесь стихия земли давайте еще посмотрим на дополнительных арканах там вытащим что нам скажут что нам скажут по поводу вашей душе у вас очень мощный сильный такой потенциал вот не идет очень такая знаете структура структура влияние вот вы можете влиять если влияете на работе да то есть у вас есть какая-то такая вот перспектива занимать важные какие-то посты то есть не не просто разоразно рабочий вот а если даже например если бы это был мужчина до разнорабочий то это был такой тот кто работает а мне не знаю как-то настройки здесь выносливость идет физическая выносливость что еще аркан влюбленные да но здесь человек искушенный на красоту если вы женщина вам очень нравится красивые мужчины с таким спортивным телосложением не обязательно высокие но и не низкие то здесь вашем вкусе вот знаете какая-то брутальность но не внешняя брутальность а как-то узнаете вы понимаете по запаху то есть как это объяснить то по запаху то есть вы своего мужчину находите вы понимаете что это он не столь внешне хотя вот вам нравится красота эстетика вы на это обращаете внимание а вот вы как будто вы выбираете мужчина который был бы ухоженным это вот важно для вас и запах вот у него идет какой-то аромат причем не то что он использует да какие-то запахи хотя такой тоже может быть то здесь утром мужской мужской запах не очень сладкий если он использует там я не знаю кедр табак дерево вот какие-то такие запахи а здесь физический запах у этого мужчины вот вас прям тянет есть не знаю мужчины пахнет как этого бояга фуфу человеческим духом пахнет вот здесь вот мужчины пахнет я не знаю как вам объяснить как пахнет мужчина для каждого он свой но я не имею ввиду здесь аромата здесь физически какой-то запах да вот вы понимаете что этот человек надежный здесь да вам нравится красивый мужчина но вот вы в партнеры себе будете выбирать надежного мужчину на которого можно опереться с которым можно договориться вот прям такой фундаментальный такой знаете вот прям сила сих от него идет не знаю я вам как объяснить иногда вы такие моменты все очень интересные да особенно касательно запаха когда я что-то чувствует все же думаешь блин как же описать этот запах вот что еще здесь про вас туз кубков но вы бываете достаточно такие знаете страстные не знаю может быть по молодости а может быть даже и до сих пор то есть вот вам нравится какие-то телесные такие игры да может быть даже и сексуального аспекта который вот прям я знаю как некая какая-то дерзость и одновременно здесь не просто страсть вот какой-то знаете животные нет а здесь вы короче говоря в постели вы совсем другие вот я хочу так сказать то есть внешне вы можете быть сдержанны да можете быть прямо такой конкретный серьезные хочется сказать что-то к вам просто так не подступишься а в постели вы можете быть абсолютно другой открытые раскрепощенные очень огненные страстные но ни в коем случае не там знаете не не мягкая не пушистая не кошечка да то есть вот это вот не не права здесь вот такая вот природа идет естественную то есть не могу сказать больше но очень много ощущаясь здесь так что еще девятка кубков ну да здесь есть какое-то прошлое прошло оно есть у всех почему она здесь на вылезла да потому что она послужила под тузу уже зла в до каким-то какой-то отправной точкой до когда у человека произошло какое-то осознание того что я я хочу жить да вот что-то поменялось вашей жизни здесь мне показывается и это как будто бы как будто бы до разделилась на двое после то есть и раньше возможно были какими-то как этот фильме до страшная мария или как это было она была такая страшненькая такая знаете серая мышка а потом превратилась в такое очень серьезную бизнес-леди да на которой вот все обращают внимание вот что-то здесь такое здесь какая-то трансформация произошла трансформация причем ну это где-то в районе ну вот в районе пяти лет мира не не ранее не ранее если у кого-то этого не было то это будет это будет так это было значит третья позиция скользят не люблю так третья позиция разрушил мне порядок здесь значит понимаете ли князь хаоса и порядка одновременно ладно так значит четвертая позиция здесь у нас идет аркан умеренности аркан умеренности и по умеренности это значит у нас знак зодиака стрельца а стрельцу кто у нас соответствует равенную питер юпитер так 1415 да правильно что здесь за люди да но здесь люди целители 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 как в прямом смысле так и целители душ хочется сказать вообще-то в принципе люди удачные удачные такая пауза часто настроюсь что вы здесь за человек меня идет такое что вот вы такой знаете достаточно позитивный человек с позитивным настроем почему-то идет что вы любите людей знаете такое причем не всех а именно какие такие задушевные беседы легкие веселые здесь очень много юмора идет почему-то да вот и чувство юмора либо у вас есть бы вам нравится люди с чувством юмора здесь весельем не идет какой-то если мы говорим о профессиях то вот как-то что-то связано со вспомогательными профессиями там не знаю массаж иглоукалывание какие-то энергетические практики да я не могу сказать что вы любите воду ну то есть я не имею ввиду что вы не купаетесь в принципе что вы скорее всего не тот человек который любит там отдыхать где-то на море вот здесь почему-то мне идет такое что вот вы любите просто свежий воздух вот неважно где он будет но однозначно это не на море возможно в возле озера до либо какой-то вот горные речки вот мне идет такая вот прям свежесть свежесть для вас важна свежесть может быть даже в комнате у вас какой-то такой запах знаете либо в машине вот эти вот елочки есть до которые передают запах запах леса вот запах леса хвои вот что-то такое так сегодня у меня в раскраде потянуло меня на запахи так хвои леса вот какой-то такой свежести либо здесь люди которые любят знаете вот этот запах после дождя когда это понимаешь что вот вот она свежесть почему-то свежесть еще вы любите какие-то свежие свежую одежду знаете когда гладите вот вы постирали какую-то вещь да и вот вы гладите вот идет вот этот вот запах свежести знаю может быть что-то освежаете то есть может быть там на постельное белье как как какие-то запахи брызгайте да но вот это как-то вот свяжена с распылитель который вот придает вот эту свежесть в вашем понимании для кого-то это может быть и не свежесть запах свежего для вас это да это важно вам важно еще знаете такое ощущение чтобы было много пространства много открытого пространства то есть если например в утром просыпаетесь то первое дело там но если занавески на ночь закрываете вот утром вот первое что делаете это вот так вот двигайте занавески чтобы свет зашел вот как-то вот вам очень важно вы когда закрытое помещение то вот вам бывает но очень очень некомфортно какой-то вот вопросу тоже и для кого-то с дыханием то есть может быть во сне такое как сонный паралич то у меня такое ощущение бывает что у вас как будто бы что-то душит не знаю может быть но на данный момент как-то болеете как это не не гланды а вот фаренгит иногда знаете вот кашель бывает у нас прям до удушья почему-то мне такое тоже идет либо если вы мужчина да то слишком затягиваете галстук прям что-то такое удушающее ну и так чтобы просто до посмеяться да вот может быть кому-то нравятся такие игры сексуальные связанные с тем что вас душит вот а так в принципе ну человек такой знаете размере на очень позитивный очень позитивно здесь есть движение я просто вижу что очень много смеха а ну да она же еще дополнительные арканы смотрим что нам скажут дополнительные арканы я забылась ну вот девятка кубков человек который такой знаете на на расслабоне получает удовольствие наслаждается от жизни потом вспоминает что нужно куда-то двигаться по рыцарям мечей до ставить себе цели куда он двигается в тройку кубков вот такое знаете больше общения душа компании да вот может быть день там анекдоты рассказать либо вообще какие-то байки ну вот мне идет вот какой то просто застолье веселье это вот как-то вас характеризует почему-то вот не знаю почему веселье мне идет и возможно люди хотят с вами дружить вас просто очень приятная мягкая энергия у вас очень приятная мягкая энергия так это была четвертая позиция не надо побыстрее так я даже не знаю сколько время уже прошло так пятая пятая позиция и рапанда здесь все такие серьезные у нас значит товарищи идут здесь достаточно древняя душа на очень древняя душа эра фант это у нас значит тельцы тельцы быков венера планета ваша значит здесь венера я не могу сказать что вы парные людям но при этом здесь люди которым очень важно признание признание своих трудов и заслуг здесь люди которым нужна аудитория то есть вы знаете так интересно вы вроде бы и в одиночестве не можете потому что вам нужно все время с кем-то поделиться поделиться своими знаниями поделиться своими рассуждениями да здесь вот какие-то философы у меня идут но и при этом знаете как то есть какая то дистанция которую вы держите людей на расстоянии то есть не так как по аркану звезды здесь расстояние людей в силу того что вот человек он какой-то такой вот фигра здесь фигра там ну то есть он неуловимый поэтому ну просто не успеваешь за ним дань и поэтому есть некая такая дистанция здесь же по аркану яра фанта дистанция какая-то такая знаете вот не знаю как к учителю как наставнику да то есть у меня идет энергия как-то не то чтобы пренебрежение но вы себя транслируете на ступеньку выше да то есть люди вам просто так не подходят может быть это связано как-то с вашей профессиональной деятельностью да то есть там не знаю вы какой-нибудь большой начальник вот и нужно соблюдать субординацию то есть здесь вот какие-то такие какая-то разница есть между вами и людьми которые вас окружают я не вижу людей равных вам по статусу по уровню я вижу людей вокруг вас как вы знаете как человека который вы собираете вокруг себя я знаю либо маленьких детей каких-то в прямом смысле ну то есть вы являетесь учителем до либо наставником либо по уровню сознания достаточно молодые души и вот ваша задача как-то передавать им какую-то информацию наставлять наставлять на пусть истиной но здесь такое ощущение что вы бываете иногда зануды честно без обид просто потому что вы как будто вы не умеете расслабляться вам это не совсем нужно а люди вас видят со стороны что иногда вы бываете зануды то есть что это значит это значит что когда ну вот просто так допустим подойти к вам и сказать какую-то там ну какой-нибудь глупость да это вот не не совсем уместно да вы как будто бы такое не позволяете и из этого выходит такой вывод вытекает что с вами нужно как-то с уважением с почтением то есть могут с вами не подурачишься да то есть нет вот этой легкости здесь что-то такое идет но это знаете как я тинаю ну представьте себе например какой образ сай бабу да многие видели в интернете лично я не думаю что вы знакомы но вдруг вот ну то есть представляете такого учителя да и к нему во первых к нему не проберешься во вторых если проберешься ну там не для того чтобы там в карты поиграть либо анекдоты рассказать да ты идешь к нему за с какими-то другими своими задачами здесь как-то так здесь человек такой достаточно серьезный но при этом вы теплый вот я не знаю как это сочетается вот эту дистанция ли теплота а в доме вы бываете совсем другой то есть хочет сказать на работе вот у вас вот такой образ а дома вы очень такой домашний почему-то мне акцент идет на тапочки может у кого-то какие-то красные в красные полосочку квадрате какой-то тапочки почему таки такие идут либо если мужчина то здесь знаете образ мужчины взрослого зрелого в домашнем халате этот халат он либо красный либо зеленый в клеточку вот я не могу понять почему в клеточку но такой теплый то здесь образ этот показывает человека что дома вот вы но очень какие-то теплые домашние но все равно есть какая-то какое-то расстояние хоть вы и кажетесь другим человеком здесь человек который может заниматься какой-то научной деятельностью исследованием изучает языки любит историю все что связано с культурами разными да вот не знаю вас такая востока введение вот что-то такое то есть человек который читает научные какие-то работы ну то есть серьезно литература читает это не тот человек который будет смотреть комики либо тик ток ну вот они не несовместимо так здесь серьезная планета и и хоть ей управляет здесь венера я не могу сказать что вы являетесь партнер человеком для вас как будто бы семья это вот прям большое какой-то коллектив то есть не ваша личная семья если она у вас есть а вот какие-то люди единомышленники которых вы не замуж у вас есть своя группа до какие-то подопечные вот они для вас намного ближе чем допустим ваша родная семья если она у вас есть но я склоняюсь к тому что вот здесь люди они как-то больше одиночки они посвящены чему-то другому вы какой-то знаете своей идеи тому чему во что они верят то есть какая-то верность ну да восьмерка мечей здесь выпала вот шестерка кубков аркан силы это как раз и все что характеризует то что я описывал то есть восьмерка мечей это вот какие-то ограничивающие убеждения в контексте мировоззрения то есть силу того что здесь человек действительно древняя душа до много чего повидал разных воплощениях у него есть вот это вот какое-то такое превосходство над другими людьми и ощущение своей собственной правоты это в минусе до что я не рассматриваю никакую другую точку зрения потому что она мне не интересно то есть я и так много всего познал своей жизни либо познала что мне уже что-то другое не интересно то здесь идет какое-то ограничение в своих в своем видении о своем суждении здесь человек несут им такие очень взрослые люди вот по крайней мере энергетические туда взрослые это вот где-то 60 плюс и плюс ко всему шестерка кубков здесь говорит о том что опять же таки до человека любит молодое поколение ну то есть ему нравится молодежь и он общается с ними активно со своими сверстниками нет там допустим если это 60 плюс то люди которым например 40 50 тоже мне интересны а вот там например молодежь там 20 25 ну до 30 лет либо дети им интересны либо это человек который как-то находится в каких-то воспоминаниях прошлого то есть прошлое имеет большое влияние влияние на на этого человека и здесь показано страх старости прямо не знаю почему вот я так ощутила да то есть есть человек который боится старости не в контексте смерти в контексте беспомощности старость как беспомощность невозможность быть активным так 6 до 24 56 6 позиция прекрасно да здесь у нас выпал кто выбрал выпал шут выбыл шут шут по сути не имеет поскольку это стихия воздуха да он не имеет своей планеты но согласно новой до такой астрологии вот ему все-таки соответствует планета уран приписывают на приписывают что можно сказать про этих людей здесь либо люди с такой знаете либо моложавые либо с молодой душой люди которые недавно воплотились на земле ну там допустим то мне не знаю 5 10 воплощение всего лишь не так не так давно души такие знаете вот как будто бы странствующие не идет как странствующие ничего не привязывающую то есть это не факт что допустим следующего воплощение вы тоже будете здесь все нужно выберите какую-то другую планету здесь сталкеры мне идут да то есть люди которые сами по себе сами по себе по жизни им хорошо они вот просто путешествует да то есть для них жизнь это описать такую позицию она просто есть знаете вот бывают такие люди которые на расслабоне как твои дела хорошо какая цель в жизни никакой чем занимаешься ничем что хочешь все и ничего конкретного вот что придет то придет и знаете человек который вот особо не заморачивается но это с хорошей точки зрения здесь не не потому что какой-то вот глупость либо незрелость нет а здесь вот такая жизненная позиция то есть чё заморачиваться да то есть жизни так прекрасно наслаждайся вы как раз таки этот басни крылова до стрекоза и муравей вот здесь три коза солнце красное пропела да то есть оглянуться не успела и неважно что там будет потом сейчас я буду праздновать а дальше разберемся на или как говорилось карли ту хара да я подумаю об этом завтра а вот сейчас я буду наслаждаться либо сейчас я буду решать какую-то задачу то есть здесь человек который живет в моменте даже не здесь и сейчас а просто в моменте мне нравится ваша энергия они они легкие здесь знаете вот кому-то может показаться со стороны какая-то незрелость и глупость вот в том что я как я вас описываю но я вижу в этом мудрость именно в контексте того что жизнь эта игра да то есть вот то что мы говорим жизнь от игра жизни это большая иллюзия ее не нужно воспринимать серьез не нужно обесценивать и принижать ее значимость но и одновременно не нужно придавать ей большую значимость вот в этом как будто вы знаете вот ваша философия и она она какая-то интуитивная на мне идет здесь что-то такое космическое вас есть здесь нету почему я говорю молодая душа не потому что об этом говорит шут как значение аркана а потому что здесь идет такая энергия которая еще не привязана вот такого чувства что планета земля еще не имеет на вас какого-то большого влияния то есть вот это вот гравитация она вас еще не затянула а вот как например в аркане иерафанта да то есть люди которые много очень много воплощений на земле и они уже с ней как будто бы свыклись рослись вот хотя планета которая управляет иерафанта да это вот венера здесь причем здесь даже люди которые любят вот удовольствие наслаждение такой знаете шик лоск красоту да люди любят здесь здесь душа которая не привязывается причем знаете здесь у вас может быть такое ощущение что вы как будто бы живете вне тела вот очень много времени я вижу вас вне тела то есть либо вы как-то ну не заземлились я не чувствую вас вот в теле либо вы по своей фигуре ну то есть такая высокая худенькая если девушка если мужчина тоже такой мы не совсем высокий мы не низкие но у удача вы удача вы какой-то вот такой то есть воздушные люди высокие худые но не сильно высокие то есть если эта девушка где-то вот ну метр семьдесят для меня это высокий потому что я метр шестьдесят на всякий случай поэтому это все для меня это уже высокая личность но она такая знаете вот каких-то таких модельных параметров в контексте мне не знаю небольшая грудь нету округлостей такая достаточно достаточно суховатый тип фигуры такие длинные ноги ну она сейчас не про внешность но мы просто показывают людей которые такой типаж фигуры воздушные легкие еще может быть у вас знаете как волосы они такие вот бывает у кого-то может быть русы но сейчас можно определить да потому что если девушка красит но почему-то мне показывает все равно как-то склонность к блондинкам но волос такой вот бывает волос как пушок легкий легкий такой волос то есть вот вы идете и волосы колышется либо цвет такой вот как голос что еще можно сказать про про вас вообще какой вопрос у нас был с какой его планеты да ну ладно надо же как-то что-то еще сказать или помимо того с какой его планеты да то есть но здесь уран окей что еще дополнительно она скажет аркан суда аркан мага и королева мечей но я говорю вы вы непростой непростой такой товарищ и на земле вы тоже не случайно да это вот прям такой необходимый опыт для вас для вашей души и это воплощение ваше такое чувство что чем хочешь сказать какое-то роковое то есть она очень сильно повлияет на вот ваша личность повлияет оставит отпечаток вашей душе роковое в контексте именно следа которые оставят то есть вот какой-то серьезная серьезно какой-то отпечаток я не знаю почему то есть что такого вашей жизни происходит но потому что аркан суда еще и мат просто так не выпадает может быть с вас начинается какая-то не знаю какая-то родословная вот с вас как будто вы идет какое-то ответвление начала в чем-то возможно допустим если это какое-то дело дата вы являетесь вот первоначальником и первооткрывателем да то есть человеком вот с вас начинается все вот я не знаю понимаете это как хотите вот так мне говорят сейчас попробую вам пример какой-то дать ну то есть вы как что-то открыли и потом после вас есть какие-то последователи ну допустим если это какая-то философия да здесь возможно знаете что-то связано с туризмом почему-то мне идет так причем не если бы мы говорили про туризм здесь были бы какие-то пешие вот такие прогулки то есть вот такое ощущение что вот вы открыли какой-то туризм не куда-нибудь на море ездить да а например в леса где вы можете быть там не знаю проводником либо нанимаете там человека вот он ведет людей вот какое-то такое путешествие какие-то пешие прогулки там по лесу да что-то такое необычное и вот после вас там узнают допустим еще люди и они вот как ваши последователи до открывает тоже такие такие же туристические агент агентство либо там что-то связано с полетом там я не знаю какой-нибудь extreme и потом вот вы как-то сделали и другие так и захотели вот что-то такое здесь идет то есть после вас хотят сделать такое же и другие люди но квант понимаете здесь вам приходят очень такие интересные идеи но проблема заключается в том что вы их не можете реализовать вам не хватает вам не хватает гравитации вам не хватает стихия земли поэтому вокруг вас должны быть люди которые не знаю команда которая бы реализовывала ваши идеи потому что идея не очень интересные они необычные они не похожи на других вас какой-то такой свежий взгляд на на мир на жизнь на людей какой-то вот подход такой легкий и свежий и ваши идеи могут быть на подхвате допустим если вы ведете какой-нибудь соцсеть то у вас перенимают идеи на фотографии на там не знаю шрифты на оформление то есть может быть вы какой-нибудь там дизайнер и что-то придумываете и вот потом у вас люди перенимают вашу идею либо вам нужно научиться продавать свои идеи тоже будет как вариант если вы сами не можете реализовать до продавать свои идеи может на этом заработаете так а следующая позиция следующая позиция это уже седьмая аркан мира аркан мира камера у нас значит планета земля здесь выходит планеты земли тоже у нас сатурн но здесь немножко другое здесь люди люди планеты земли здесь нету рамок здесь нету ограничения здесь какие-то знаете глобалисты глобалисты то есть как это говорят не знаю насколько это правда или не до ребенка которая рождается значит в самолете является там ну гражданином земли ну условно говоря да то есть у него нету гражданство поскольку он родился там воздухе вот здесь примерно это про вас вот вы такой человек человек с масштабным видением человека с глобальным с глобальным каким-то видением да здесь может быть религиозное направление неважно какой конфессии но суть заключается в том что вот вы какой-то миротворец то есть вы соединяете в себе либо можете соединять например разные абсолютно религия то есть здесь человек который может соединять себе разные понятия разные точки зрения разное видение абсолютно и при этом вот ваше видение она какое-то глобальное то есть вам сложно было бы работать там не знаю например на заводе и собирать часы где нужно терпение вот эти вот маленькие детальки вот это не про вас не вы какие-то детали даже упускаете но вы при этом человек который мыслит очень широко глобально прямо такие большие большими размерами при этом вы сами по себе можете быть мелким человеком мелким в контексте конституции ну то есть невысокого роста небольших размеров я вот об этом говорю здесь могут допустим по профессиям проходить люди там не знаю журналисты дипломаты почему-то мне идет мореплавателя не знаю либо все что связано с дорогами либо какой-то проповедники до какое-то религиозное направление но однозначно миротворец а здесь все может быть знаете так это сваха да то есть это может быть ваше такое качество очень интересное уметь подбирать людям пары то есть объединять объединять семьи я не знаю может быть у вас такая профессия ну то есть кроме свахи может быть какая-то такая профессия когда помогаете если допустим адвокат допустим помогаете в контексте миграции адаптации вас воссоздать воссоединение семей вот что-то такое здесь люди по своей натуре такие достаточно мягкие мягкие спокойны не могу сказать что вот что-то особенное есть но чем-то напоминает в мультике до кота леопольда ребята давайте жить дружно вы что-то такое для вас это важно для вас важно гармония важно отсутствие каких-то конфликтных моментов не потому что вы их не любите да и там избегаете а потому что вы не понимаете смысла как можно как могут конфликтовать две стороны да почему потому что от вашей картины мира да вот это вот масштабного глобального видения имеет место и одна точка зрения и другая поэтому но вы не видите но для вас это кажется слишком наивным примитивным да когда люди не могут между собой договориться то есть вам это кажется но почему-то не может договориться на и ты прав и другой правда давайте жить мирно вот что-то здесь такое что еще дополнительного говорят паш пендакли колесо фортуны королева пендакли видите пендакли вышли до земля сказала стихия земли и выпадает здесь пендакли вы человек который умеете ценить да человек который вообще рассматривает материю не через призму средства выживания да то есть мне нужны деньги для того чтобы там что-то купить до обменять их на что-то другое а вообще подход к людям с точки зрения ценности да как люди выстраивают прошу прощения как люди выстраивают какие-то приоритеты своей жизни да как одни что-то ценят другое другие нет вот вам нравится наблюдать за циклами может быть земными да может быть вам нравится наблюдать за людьми как вы жизни повторяются какие-то моменты на цикличность какая-то происходит вообще по жизни вы удачный удачливый такой человек ну то есть фартовый так смотрим следующие карта отшельник отшельник это у нас значит знак зодиака дев и планета который управляет отшельником это у нас меркурий если мне не изменяет память и мы сейчас посмотрим да изменяет мне и не ага дева да по моему по моему меркурий а что вы за личность дан во первых люди такие серьезным складом ума то здесь люди которые делают акцент на логику люди которые приходят идеи они с идеей как-то обдумываю да здесь конкретные такие структурные люди но при этом вот мудрый да здесь идет мудрость в силу личного какого-то опыта то есть здесь люди которые много прожили и сделали много не не в контексте воплощение а в контексте разных событий в этом воплощении и делаете какие-то определенные выводы из этого здесь человек который погружен себя ему интересно что-то изучает что-то рассматривать под микроскопом может быть у вас даже дома есть по микроскоп либо было в детстве микроскоп вот вам нравилось как-то смотреть на молекулярном вот что-то на уровне что-то рассматривать вот вы любите детали вы очень любите детали кто-то любит красивые механические часы не электронные вот именно механические мне показывают либо знаете любите какие-то изделия знаете образ еврейского мужчины которые одевает вот глаз вставляет этот увеличительное стекло да как она называется маленькая не знаю и что-то там рассматривая да глупого там либо драгоценности либо механизм часов вот что-то такое может быть вы и есть еврейского происхождения не знаю но здесь вот прям человек такой знаете с одной стороны немножко с хитринкой да в контексте вот свои какой-то выгоды вот с другой стороны но человек такой мудрый да не глупый здесь не глупый человек и здесь идет немножко нестыковка в контексте того что планета меркурия она говорит про подвижность про активность про скорость вы все же по своей натуре более такие размеренные деталисты любите вот все тщательно по изучать вас характеризует например то что когда вы приобретаете какой-то новый электронный прибор вот вам нравится читать эту инструкцию но не нравится но вы читаете либо если допустим увлекаетесь 2 да вот вы обязательно прочитаете мбк который сопровождает колоду таро то есть вот любите читать инструкции какие-то приложения научные может быть статьи здесь человеку которого в доме должно быть порядка обязательно все должно стоять на своем месте вы не любите пыль возможно даже у вас есть аллергия на что-то да может быть на пыль на внутреннюю на внешнюю там на пыльцу вот что-то такое может быть аллергическая астма что-то такое либо с дыханием какие-то проблемы да то здесь люди очень и забира вы очень избирательны в еде кстати вы не будете есть что попало мне идет то что вот вы например не тот человек который будете подогревать там не знаю обед который был приготовлен там не знаю днем и если остался то вечером вы лучше предпочтете что-то другое себе новое приготовить либо как-то перекусить но чтобы как говорится второй раз борщ подогревать это не ваше ну то есть у вас есть какие-то такие особенности да не буду говорить странности особенности которые особенности вашего характера который вас характеризует здесь человек который очень много читает вот очень много интересуется еще знаете вам интересны путешествия в контексте изучения то есть какие-то брошюрки посмотреть не ездить вы не тот человек который поедет в путешествие куда-то нет но получить какие-то брошюрки посмотреть картинки да как гостиницы там не знаю какой-то маршрут проложено вот вам это интересно карты почему-то я вижу вас вы рассматриваете карты карты мира я имею ввиду какое-то географическое расположение во первых вас хорошие знания связаны с географию то есть я могу сказать что вы хорошо знаете географию про историю не знаю про географию до школе может быть хорошо учились очень пунктуально иногда бываете придирчивые потому что вот вы как-то серьезно каким-то вещам подходите и вам кажется что и другие люди должны так так себя ввести но при этом вы понимаете в силу своей мудрости что все мы разные но вот вас это все равно цепляет как-то раздражает в очень вежливые вежливые воспитанные культурные у вас происходит внутри вас очень много инсайтов очень много открытий но вы про это не можете сказать может быть здесь у кого-то как это называется либо косноязычие либо как-то что-то связанность у вас почерк какой-то такой неразборчивый к бывает как у врачей пишите очень мелко очень мелко и какие-то такие ну не знаю может быть вы левша какой-то такой почерк невнятные причем когда вы знаете что-то читаете что-то изучаете вы обязательно держите какие-то заметки а иногда бывает так что вы сами не можете прочитать эти заметки ну то есть в силу того что вот вы как-то торопитесь торопитесь быстро записать вас очень много каких-то записей на дневников блокнотов тетрадок разных и вы записываете не для того чтобы это держать при себя это знаете вот не знаю как некий такой ритуал в тот момент когда вам что-то пришло вы что-то записываете обязательно то есть потом в этом нет какой-то потребности нужды да то есть вы не записываете для на потом а вот для вас важно вот как-то просто выписать то есть вот как-то так устроен ваша устроена ваше мышление вы так лучше понимаете какой-то материал усваиваете когда изучаете дополнительно а четверка мечей справедливости семерка ковков ну да вы с одной стороны видите вы и строгий человек вы строгий человек справедливый человек но с другой стороны знаете вот с одной стороны есть какая-то наивность до вас присутствует с другой стороны пассивность то есть вы больше находитесь в каких-то своих мирах какие-то своих фантазиях до погружаетесь внутрь себя но при этом вы достаточно такой справедливый человек и умеете держать баланс умеете вот и вот эти две силы да то есть не уходить полностью не погружаться внутрь себя да но вы еще при этом как-то и со внешним миром коммуницируйте общайтесь то есть вы не уходите сто процентов себя не закрываетесь полностью то есть одной страны вас присутствует какая-то такая приземленности но и вам не чужды фантазии мечты вот вас очень тонкий юмор могу сказать да то есть такие умные причем они могут быть даже в некоторой степени иногда такие с иронии черный юмор и к сожалению не все понимают потому что но не все доходят до вашего уровня потому что ваших как-то шутках есть есть какой-то смысл что ли какой-то посыл есть определенно то есть мы не просто так уж в теле что всем было смешно а вы скажете и вроде бы человек и смеется да то есть в этом есть что-то такое веселое но потом задумывается и говорит а почему он про это сказать что 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 он имел ввиду да то есть вот люди задаются таким вопросом что он имел ввиду может быть сначала я посмеюсь а потом так а потом задам все вопросы здесь вы любите кстати любите всевозможные ревусы и загадки как разгадывать так и загадывать так арка повешенного арка повешенного у нас по сути вода идет до стихия воды здесь нету планеты у повешенного нам указывает на воду так хорошо что здесь за личность я паузу взяла почему потому что хочу вас нащупать потому что не хочу говорить банальные вещи которые обычно говоря там жертва и ограничение тогда ами там нет здесь я я хочу нащупать вашу энергетику чтобы сказать что вы за человек вода у нас принципе всегда указывает на прошлое это стихия которая возвращает нас прошлое какое-то вот какие-то воспоминания здесь здесь ваше видение у меня идет такое ощущение что иногда вы как-то осознанно жертвуете собой то есть у вас есть какой-то такой принцип когда вы говорите если не я то кто пускай я как-то чем-то пожертвую чем кто-то другой то здесь вот какой-то такой героизм идет а то есть вы возможно тот человек который спасая других идет на на жертву всегда защищаете слабых какой-то вот берете покровительство здесь на самом деле людям с очень сильный сильным духом но при этом опять же не могу называть вас мягким вы мне идете мягким вы с таким внутренним стержнем идете до сильным духа с внутренним стержнем но при этом то есть не каждый решится на какой-то подвиг да здесь вот вы у меня идете героями если вы можете например не знаю выглядеть маленькой хрупкой девочкой я чисто визуально да но при этом если надо там заступиться за какое-то животное вы не посмотрите что может быть там двухметровый какой-то шкаф перед вами да вы заступитесь то есть вам и сначала как-то действует сюда на адреналине что ли на каких-то эмоциях а потом думаете что блин как я это сделала здесь идет такое знаете образ мити стрички как во время второй мировой войны до которая вот такая маленькая хрупкая но она прямо на своих плечах могла там протащить несколько километров до больницы например раненого воина да то есть и все удивляется как 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 у тебя хватило сил давай вот идти тащите вот то здесь какие-то такие альтруисты люди причем вы это делаете осознанно да это не то что вы как-то вынуждены да нет а вы делаете здесь все люди патриоты люди у которых есть вот знаете такие качества как отвага храбрость чем-то мне идут слова слова вот гордость вот это что-то связанное с вами ну-ка вытащим еще дополнительной карты посмотрим что здесь нам скажет о вас здесь как будто бы знаете еще человек я вытащила двойку жезлов человек который как-то у него какая-то цель знаете своим примером что-то показать людям почему-то не идет не знаю где-то там в азии до перед пасхой есть не помню это индуисты или кто мужчины когда оголяют свой торс да и вот они значит как шествие какое-то такое да идут и сама этот бьют себя этими плетками либо цепями да и вот тело все кровоточит то есть тем самым показывая суть того что насколько дух важнее плоти что ли вот что то такое то есть вы как-то своим примером все время хотите что-то донести людям и при этом у меня попадает двойка кубков двойка жезлов и актер может быть кто-то из вас актер да такой тоже может быть и пятерка жезлов и пятерка жезлов то есть здесь здесь такое ощущение что вот вам все время хочется чего-то большего для людей вот что-то сделать больше для других и вы все время как-то болитесь сами собой потому что вот как-то ваше видение ваше видение мира и видение других людей она не совпадает и вот вы все время как-то хотите показать себе и показать людям вот какой-то другой мир и вы сталкиваетесь с каким-то сопротивлением то есть вы какой-то борец знаете я не знаю например за выживание там китов к примеру да либо волонтеры которые там спасают леса после пожаров спасают диких животных то есть вот вы какой-то такой человек который с огромным потенциалом любви и вот героизмом вот с какой-то такой душой готовый все время помогать и вот это вот ваше желание помощи да и в том числе спасательство она иногда приводит вас к непониманию того что а вообще почему я это делаю то есть ну почему я не похож на других почему вот мне интересно то есть вы конечно же себе это объяснялись и но вот иногда вы такие моменты что вы как будто вы знаете всю свою жизнь у вас может допустим не быть детей да там например партнера но при этом вот вы в себя посвящаете я не знаю служить другим людям служить может быть при каком-то храме помогать бедным обездоленным то есть вот здесь идет какое-то волонтерство и здесь потребность души в служении другим людям вот это вот ваша ваша вот прям потребность в этом кого-то спасать либо служить вот вам это очень нравится и вы не можете этого не делать и потому что это ваша природа и люди вас не всегда понимают а здесь могут у меня например проходить вегетарианцы веганы до которые там за права либо например как это называют этих женщин феминистки до за права женщин либо там люди за права меньшинств каких-то ну как какой-то такой посыл у вас идет в характере и последняя позиция боже я даже боюсь посмотреть сколько у меня расклад вышел алкан алкан аркан колесница на колесница это у нас значит знак зодиака рака а раком у нас кто управляет правильно луна а вы заметите у нас здесь выпадает до 2 луны причем а луна у нас идет верховная жилица и заканчивает расклад колесницы до луна а значит здесь у нас идет двойная земля здесь у нас идет двойной уран то есть какие-то ну то есть люди примерно в схожих энергиях и планета артан колесницы рак здесь люди хочется сказать что вы домашние да но я вот вас не вижу я вижу наоборот что вы такой знаете человек которому нравится движение нравится движение нравится что-то новое все время не то чтобы узнавать а вот просто двигаться как я люблю говорить да я не съем все яблоки но я их все над кушу чтобы попробовать да то есть а вдруг я что-то упускаю то есть я надкусываю яблоки не для того чтобы наезд для того чтобы попробовать до вкус здесь про это то есть вы вроде бы знаете такой сильный человек волевой подвижный но иногда на вас накатывает какие-то непонятные необъяснимые страхи вашего бессознательного и вы как рак идете на по пятную то есть вы можете быть сильным воином да но вот каких-то мелочах где казалось бы что но другие прямо двигаются вперед вы как-то можете сдрифовать да то есть испугаться и закрыться здесь человек у которого на протяжении всей жизни будет прорабатывать свои какие-то теневые моменты связанные с гордостью с эгоизмом вот он будет все время сталкиваться с этим то есть вас как будто бы всю жизнь будет по шапке бить за то что вы что-то сделали не так вам будет казаться ну почему знаете здесь как этот показывает такую картинку как на новый год я подготавливаю там салаты оливье женщины обычно готовит и подходит мужчина даты так этот берет ложку попробовать салат и жена его так по руке не трогай это на новый год а либо там когда сядем за стол либо а можно я тортик попробовать такого по руке ударит не от подожди еще не время куда-то лезть вот здесь вот что-то такое то есть вы что-то хотите попробовать а вас все время как-то осаждает очень чувствительные вы можете обижаться вы веселые до веселые веселые подвижные активные если здесь мужчина проходит он как-то пользуется успехом у женщин здесь какой-то такой знаете шутливый взгляд у человека независимо того мужчину вы или женщиной и какая-то улыбка обаятельная вот не идет к это был обаятельно очень улыбка люди которые обращают внимание на свое тело однозначно возможно занимается спортом до какими-то такими но если мужчина это и понятно если женщину каким-то активными активными действиями ну например это танцы могут быть да но это не йога однозначно не оба не какие-то там медитации нет здесь причем здесь даже если женщина она может заниматься там боевыми какими-то искусствами примерно там не знаю китбоксинг либо боксом просто то есть при всей своей внутренней мягкости да здесь человек внешне он может быть такой под такой знаете броней непробиваемый то есть ваш как будто бы сильное оружие это какой-то игнор то есть вы просто не обращаете внимание вы не придаете значение вы не будете с кем-то там ругаться разбираться вы просто встаете уходите не будете придавать значение этому вот в этом ваша сила иногда бывает так что вот над вами как-то подсмехаются насмехаются люди как-то над вашей незрелостью что ли но иногда в этом есть какая-то зависть так смотрим дополнительно что нам скажут арканы аркан луны видно видно да аркан луны выпал так пашкубков куда чувствительные и двойка мечей чувствительные такие ранимые можете обижаться причем знаете на здесь человек со своими со своей какой-то болью которые знаете так интересно вы как будто бы свою боль вы лечить не можете но другим помогаете то есть можете найти какую-то на какие-то подходящие слова чтобы воодушевить другого человека чтобы поддержать его как-то и не на и обнять вот вам для вас важно киноэстетика вам важны вот эти вот всевозможные обнимашки неважного мужчина женщина вот мне кажется почему то если вы мужчина знаете вам нравится как-то когда спинку чешет такое ощущение знаете как это потешим не спинку да и прям мурашки побежали либо как в детстве до играли эти рельсы рельсы шпалы шпалы вот что такое нравится вот вообще телесные какие-то прикосновения касания вот эти вот нежности прям кошечка кошечка независимо того мужчина вы или женщина да но если женщина кошечка а если мужчина котенок да кот кот нет кот это вот прям слишком много для вас вот прям котенок но здесь человек пугливого но он этого никогда не покажет никогда не покажет свои чувства и знаете причем здесь может быть так интересно в отношениях вы уходите первыми и вы никогда не покажете насколько вы зависимы от своего партнера потом вы можете страдать потом вы можете лить и там слезы очень долгое время у вас забирает на то чтобы пережить вот расставание потому что ну вам важно вот семейность как таковая вот вам она очень вы не можете да вот вы не можете без семьи то есть для вас даже если мы говорим про бизнес то какой-то домашний бизнес он вам близок либо там с какими-то родственниками до либо это бизнес по наследству там от сына к дочери от отца к сыну либо к дочери передаются что-то такое но вам важно душевная теплота прям очень вам важно вы переживаете когда вашей жизни нету партнера не важно это там уж не муж вам вам важно сама вот это ощущение что вы не одни не одни вы тяжело переносить одиночество без без человека рядом вам это очень важно вот вам нравится когда в отношении наступает этот момент когда партнер пишет там спокойной ночи доброе утро я тебе например думал если вместе живете да что вот просыпался и с таким знаете поцелуем не знали бы в щечку либо в лоб типа некой такой заботой вот не знаю либо течение какие-то смс ки о том что либо смайлики вот я тебе думаю что то такое вот вам вот эта теплота очень очень важно так вот такой у нас был расклад сегодня скорее всего о вас они о планетах но как таролог понял так таролог и сделал вот на этом я с вами прощаюсь хочу пожелать вам отличной недели напомню что где-то в начале я в начале этого ролика да я выложила ссылку на расклад о том какая вы звезда там на небосклоне не помню как он назывался вот найду обязательно выложу посмотрите вот и благодарю алену за идею надеюсь я правильно помню имя потому что в час ночи что я пишу расклад я уже не помню что я говорю вот но надеюсь вам все понравилось если не понравилось то тоже окей не вопрос без претензия все прощаюсь с вами всем отличные недели до следующего расклада пока пока